добрый день уважаемые гости и подписчики канала маленький сад на краю вселенной сегодня 8 августа 2024 года вы находитесь в западной беларуси сегодня я с какой-то долей печали заметила что у меня распустилась совершенно не сандей фрайс младшая сестренка ванилы фрайс а именно мотыльковая гортензия у которой присутствуют как стерильные так и фертильные цветочки она еще не в полном распуске свою красоту возможно покажет но не всем нравятся вот такие мотыльковые гортензии и сегодня я поделюсь с вами замечательной идеей как из мотыльковой гортензии превратить сделать шедевр в вашем саду такой шедевр я видела до сих пор он мне не дает покоя и сегодня на ваших глазах я заложу основу для этого шедевра во первых посмотрите у меня она поздно зацветает сегодня 8 августа зацвела позже всех я не хочу видеть зеленый куст практически целое лето она будет у меня я уже раскрою половинку секрета будет расти в штамбовой форме на мультиштамбе а это значит она быстрее зацветет у меня все штамбы зацветают намного раньше чем все остальные гортензии смотрите я посадила ее временно далеко от дома где-то на расстоянии метров десяти от дорожки по которой мы ходим и куст не видим когда я сделаю из него шедевр он поднимется на метра два два с половиной и крона этой гортензии будет видна на расстоянии дорожки то есть цветок не будет затерянным и третье плюс моего шедевра то что куст а метель мотыльковые метельчатые занимают очень много места места для нее место он будет занимать меньше потому как у меня тут еще и рядышком и огород ну и четвертое пересаживать мне не придется место просто удачнее называется не придумаешь и солнечное и от дома как раз хорошо ну еще отвлекусь немножко вот вместо санда и фрайс у меня появилась мотыльковая а вон там три года ждала роспуска вон вдалеке гортензия там должна была бы вырасти мотыльковая пинк леди а там оказывается выросла ванила фрайс ну пересорт это такой страшный бич у наших гортензии водов и так как я уже сказала мы будем выращивать мотыльковую гортензию на мульти штамбе а именно на трех штамбах это очень красиво поверьте мне и сейчас я на ваших глазах превращу ее вот в такой мульти штамб заложим основу не будем ждать почему не будем ждать сейчас расскажу давайте посмотрим смотрите вместе с шапкой 100 сантиметров метр шапку уберем 90 сантиметров по моему отличный отличная высота будет штамбов и сейчас я уберу лишние ветки для чего я буду убирать лишние ветки теперь они ждать осени потому что все свои соки все все питание растения направит на питание оставшихся вот этих штамбов теперь определимся какие ветки я оставлю конечно выберу вот эту она прямая самая сильная смотрим здесь у меня сформирована шейка вот три года этой гортензии и вот этот вот эту ветку оставлю на тоже такая довольно ровненькая и оставлю вот одну из этих веток ну и сейчас приступаем к обрезке конечно по правилам можно было бы нужно было бы убирать все эти ветки постепенно то есть вырезать в этом году две-три ветки потом три-четыре ветки в следующем году и так далее но я так ждать не хочу вот это я вырежу полностью шейку я думаю ничего с ней не станет если вы боитесь резать по моему примеру то вот такую веточку я вырезала можно пустить на черенкование хотя кому они нужны я не знаю итак оставляем эту можно оставить эту ветку на как-то меньше всех хочу оставить эту или можно оставить вот на этом на балдашники вот этих три ветки или эту убрать и оставить вот листику берем вот эту ветку надо подумать знаете как надо убирать все постепенно и тогда вырисуется картина если вы думаете что у меня рука не дрожит то вы ошибаетесь вот такая ветка срезаю на кольцо но там наверное кору немножко я подпортила сейчас посмотрим в принципе будет жить будет жить сейчас посмотрим что мы будем оставлять это самое сложное выбрать какие ветки оставите какие удалить так вот вот эту вот эту я точно удалю видите очень кора нежная в это время верхушкой этого тоже резать плохо вот такие огромные ветки удаляются у нас осталось пять веток и нужно подумать что оставить так вот эту ветку можно вот эта самая маленькая наверное и и сейчас удалю все дело в том что потом это все утолститься и снивелируется обрезаем на кольцо думаю многие из вас знают что такое обрезать на кольцо так и нужно решить какую ветку оставляем наверное оставим которая поближе вот это они в принципе смотрите одинаковые веточки а эту удалим ну вот что у нас осталось вот три таких ветки которые составят основу будущего дерева теперь их нужно подвязать колышку как я говорю взять на колышек некоторые не понимают вот так она выглядит с этой стороны подвязать колышку чтобы они росли более или менее прямо и будем формировать дерево чтобы будем делать следующей весной следующей весной мы будем удалять побеги которые будут появляться вот здесь на стволиках будем оставлять только один один или два яруса почек которые будут расти вверху именно всю поросль которая будет появляться вот здесь до кроны мы будем удалять и и я затем уже через два года буду делать минимальную обрезку буду оставлять или половину веток или скорее всего только удаляться цвете чтобы куст быстрее нарастал уже это будет не куст а вот такое можно сказать деревца на мультиштамбе силы все пойдут на рост вот этих побегов они еще больше подрастут больше утолстятся и смогут держать крону следующий год всем удачного цветения всем всем всем